Продолжение следует... Он также прошел обучение под руководством великого Аарона Бека, основателя когнитивной терапии, и выиграл награду Бека за огромный вклад в когнитивную терапию. Мы также поговорим о вашей книге «Терапия эмоциональных схем», которая раскрывает ваш личный подход к когнитивной терапии, с помощью которой вы обновляете традиционную модель. И вы знаете, оказывается, это интервью попало на день рождения Зигмунда Фрейда, и ему было бы сейчас 160 лет. Я думаю, вы много взяли хорошего из психоанализа, так что я рад, что вы здесь. Спасибо, Александр. Я хотел бы начать с вопроса, была ли какая-то специальная психотерапевтическая книга или что-то еще, что повлияло на вас в начале вашей карьеры. Ну, вы знаете, когда я начинал, здесь был только психоанализ, раджерианство, ну и ранее поведенческая терапия. Ну и, конечно, наибольший интерес у меня был именно в психодинамической терапии. Я прочитал, наверное, все книги, которые написал Фрейд, у меня даже был постер с Фрейдом на стене, который, я думал, восхитит моих девушек. Я думаю, что это и можно назвать моим бэкграундом, потому что именно психоанализ, наверное, помог мне понять всю сложность и глубину, которую люди нам показывают. Я бы сказал, что первая книга, которая меня захватила, была «Невротические стили», написанная кем-то с фамилией Шапира, я думаю, Дэвид Шапира. Публикована она, возможно, была в 1965 году. И это было как эгопсихология в психоаналитическом ключе, пытающаяся понять компульсивный характер, гистрионный стиль, определенные стили мышления, поведения и компенсации. И это была психодинамика, но это была та часть психоанализа, которая двигалась к эгопсихологии. И что интересно, это то, что Бэк тоже был психоаналитическим психиатром, о чем, я думаю, вы знаете. Он говорит о том, что эволюция когнитивной психологии также пришла из психоанализа и эгопсихологии. Да, и как я помню, Карен Хорни тоже внесла туда большой вклад. Да, именно так. И это то, что оказало на меня влияние. Я думаю, что другая книга, которая оказала на меня влияние, это была книга Джорджа Келли. «Психология личностных конструктов», которая, как я помню, была опубликована в 1955 году. Ее я прочитал, когда учился в аспирантуре. И, на мой взгляд, это то, что стало таким шаблоном для того, что называется когнитивной или рациональной эмоциональной терапией. Работа Келли была опубликована, насколько я помню, в 50-х годах. Это, по сути, была очень хорошая идея, но не в то время, потому что вокруг были психоаналитики, были роджерианцы, и они рассматривали это как сверхрациональный подход. Но это действительно повлияло на мое мышление по поводу того, как люди конструируют реальность. Другая вещь, которая на меня повлияла, это работа Пиаже. Сфера моих интересов менялась из психоанализа в психологию развития и в социальное развитие. Здесь огромное влияние оказала работа Пиаже. Ну, ты знаешь, конструирование реальности и все остальное. Пиаже был конструктивистом, и он утверждал, что дети конструируют свою реальность, прикладывая к ней те теории, которые у них есть. И мой путь мышления, он примерно такой же. Я задаю себе вопрос, как депрессивные люди конструируют свою реальность, как тревожные конструируют свою реальность, как мы конструируем, каковы наши теории о наших же эмоциях или об эмоциях других людей. И, конечно, книги Бека о когнитивной терапии депрессии, когнитивной терапии эмоциональных расстройств, по-моему, когнитивная терапия эмоциональных расстройств была опубликована в 76-м, когнитивная терапия депрессии в 79-м, и это имело огромное невообразимое влияние на меня. И, конечно, работа с Беком ввела меня в более формальную когнитивную модель. И ты знаешь, Александр, я же специализировался на английском в течение трех лет в колледже, я читал много литературы, много философии. Я должен сказать, что такие люди, как Достоевский, Сартер, Хайдегер, Кьеркигор, все это имело влияние. По-моему, это имеет смысл, потому что те вещи, которые вы приносите в свои модели, тоже как бы имеют такой гуманистический, экзистенциальный тон. Мне кажется, вы тоже были частью этого. Да. И ты знаешь, я не уверен, но я думаю, в Америке, не знаю, как с этим, в Европе, в Америке очень большой упор делается на то, как быть счастливым. Вот, типа натянутые улыбки и все вот эти штуки. По моему мнению, касаемо эмоциональных схем, да и вообще жизни в целом, на меня повлияла, я бы сказал, теория трагедии. Трагедия, с моей точки зрения, в этом есть определенное благородство в том, что в жизни есть какие-то потребности, потери, проблемы, разочарования. Через которые мы проходим. И одна из вещей, о которых я говорю в книге, «Терапия эмоциональных схем», там я говорил со своим пациентом, не пациентом, а человеком, с которым у меня был разговор, когда я выступал на конференции по клинической программе. И председатель подошел ко мне и сказал, «То, что ты говоришь, очень важно для меня, я должен поделиться с тобой». Он сказал, «Моя жена умерла шесть месяцев назад». Я до сих пор не могу забыть этого. У нее был очень серьезный рак, и она очень долго страдала. И мы оба осознавали, что пришло ее время, но вот эти шесть месяцев, а мы были женаты сорок лет, у нас были внуки. Я до сих пор не могу этого преодолеть. И я сказал ему, «Ты знаешь, я думаю, что если ты любишь кого-то сорок лет, и он становится частью твоей жизни». Я сказал, «Я надеюсь, ты никогда не сможешь забыть об этом, но я надеюсь, ты всегда будешь помнить об этой потере как о чем-то очень болезненном и ужасном. Я надеюсь, что на основе этого ты выстроишь свою жизнь так, чтобы она могла содержать вот эту потерю». Дело не в том, чтобы жить жизнью без страданий. Моя мысль состоит в том, чтобы жить жизнью, которая достойна страданий. Я думаю много людей, я думаю, что это вот такой трагичный взгляд. Трагедия в том, что было что-то очень значимое, что-то важное, что было потеряно. Трагедия нашей жизни в потерях наших родителей, наших друзей. Мы теряем вещи, которые имеют для нас огромное значение. И после ощущения грусти, мы должны сохранять возможность вспомнить грусть и трагичный опыт. Мы не можем просто подавить негативные эмоции, у нас должен быть доступ ко всем эмоциям. Возможно, ты знаешь, мой друг Дэвид Бернс написал хорошую книгу «Чувствуй себя хорошо». Я думаю, что это лучшая книга самопомощи, которую я когда-либо читал. Я думаю, Дэвид изумителен. И когда я начинаю думать по прошествии многих лет, что же такое жизнь, я думаю, что жизнь — это не о том, чтобы просто чувствовать себя хорошо. Я думаю, что жизнь — это о том, чтобы чувствовать всё. И чувствуя всё, должна быть возможность как бы давать право эмоциям, эмоциям, которые обычно воспринимаются как такие, которые мы не должны себе давать право иметь. Я, например, начинаю писать книгу про ревность, которая, я думаю, является универсальной эмоцией. Я не воспринимаю именно себя как ревнивого человека, но я вполне могу представить ситуацию, где я мог бы начать ревновать. В общем, моя точка зрения состоит в том, что мы должны иметь возможность иметь доступ к любой эмоции, испытывать любую эмоцию, при этом не будучи ведомыми этими эмоциями, а осознавая и рефлексируя, что у меня есть ревность, у меня есть злость, осознавая, что у меня есть отчаяние. Все из нас имеют эти чувства. То, что вы говорите, а вы поделились с нами довольно большим количеством информации, это связано с эмоциональной регуляцией, с возможностью чувствовать без того, чтобы эмоции вас захватывали. Конечно. Множество тем было поднято, когда вы говорили о жизни, которая стоит проживания. Выражение, которое любит использовать Марш Алинихан в своей диалектико-поведенческой терапии. Связывая это с тем, что вы только что сказали о зарубежной когнитивной традиции, я думаю, что существуют люди, проблемы которых действительно базируются на когнитивных искажениях, но все-таки многие терапевты стараются пойти в ущерб эмоциям в пользу причины. Это так, что... Я думаю, что здесь... Ты знаешь, я был терапевтом многие годы. Я получал много критики когнитивной терапии по поводу того, что она слишком рациональна, что она не имеет дела с эмоциями. Не работает с переносом, контрпереносом, с сопротивлением. Не работает с принятием. И, конечно, я очень толерантно отношусь к изначальной когнитивной модели Бека. Ну, ты понимаешь, да, это гуру. Да, постер на стене висит. Да, в общем, я бы не стал приписывать эти убеждения Беку. Я думаю, что Бек работал на достаточно большой глубине. И вообще, Бек — это гений. Я не встречал практически людей с таким интеллектом, как у него. Вы знаете, позвольте сказать мне это сейчас, потому что мой следующий вопрос был как раз-таки об этом. Я знаю, что вы учились у Бека. Мне бы хотелось знать, какие наиболее важные уроки вы получили от него. Ты знаешь, я думаю... Я думаю, модель Бека появилась именно тогда, когда основные отрасли психологии все больше и больше задвигались к когнитивной модели. Я сам очень интересовался социальными когнициями. Ну, например, как люди формируют впечатления о ком-то, как они оказывают влияние и так далее. И концепция схемы, например, возвращаясь в 70-е годы, еще до того, как Бек начал писать свою когнитивную модель в разрезе включения этих схем в свою модель. Эта концепция на самом деле уходит своими корнями в 20-е годы в работы Пиаже, в работы Барлета. Так вот, модель Бека, я сам включился в эту модель, уже имея определенный бэкграунд в социально-когнитивной психологии. И то, что была названа схематическая обработка информации, памяти, восприятия и так далее, ну и я начал изучать модель Бека. Я подумал, что вот эта модель действительно связана со схематической обработкой информации. Я думаю, что наиболее важное в том, чтобы учиться у самого Бека. Я учился в его институте во Пенсильвании уже в постдокторский период. В общем, каждую среду у нас было то, что мы назвали семинар тревожности. Ну и его вел сам Бек. И, конечно, из-за этого все и тревожились. Они все использовали копинг-стратегии, чтобы пройти через это. Не, у нас не было копинг-стратегии, у нас была просто грубая тревога. Но что было важно по поводу Бека, это то, что Бек говорил. И сам семинар превращался в сократический диалог. И что он делал, это задавал вопросы. И это было еще до того, как он написал книгу о тревожности. Это был 1982 год. Тогда он начинал разрабатывать вот эту идею книги по поводу тревожности и тревожных расстройств. И что он тогда делал, он мог сказать, вот у пациента сильно бьется сердце. Как это влияет на уровень его тревожности и на образование панического расстройства? И это выглядело как сократический диалог. И это действительно на меня повлияло. И этот метод, ну типа, почему это важно? Каково мышление пациента в данный момент? Что это значит для пациента? И это то, что изменило мой подход к работе. И у меня часто есть пациенты, у меня 23 пациента в неделю. И я постоянно учусь у своих пациентов. Например, пациенты иногда думают, что у других дела идут лучше. И тогда я спрашиваю, почему это заставляет тебя чувствовать себя плохо по поводу самого себя? И в итоге сократический диалог помогает с каждым пациентом понять, как этот самый пациент конструирует свою реальность. Это действительно имеет смысл для меня. И вы знаете, мы говорили о Беке, но давайте перейдем к вашим идеям, которые вы пытались ввести в психологию. Классическая модель когнитивной терапии обычно сосредоточена на убеждениях человека, на убеждениях по поводу себя, по поводу мира, по поводу других людей. Мета-когнитивная терапия уже... Да, я рад, что ты ее упомянул. Она сосредоточена на убеждениях по поводу убеждений. И теперь в вашей работе мы говорим об убеждениях по поводу эмоций. Да, я рад, что ты упомянул Эдрина Уэллса, создателя мета-когнитивной терапии, потому что он внес огромный вклад в когнитивную модель. И моя работа тоже была создана под влиянием Эдрина Уэллса, и я уношу ему благодарность. И когда я поделился своей работой с Эдрианом, он тоже рассматривал ее как часть мета-когнитивной терапии. И что интересно, то что Эдриан говорил, «О, вот это часть мета-когнитивной терапии». В общем, я, кстати, согласен. Моя модель – это, по сути, мета-эмоциональная модель, то есть думание об эмоциях. Здесь я не только думал о своих эмоциях, но и об эмоциях других людей. Каковы мои теории по поводу эмоций, что я думаю об эмоциональном контроле. Так вот, я думаю, что модель Эдриана очень значима. Модель Майндфулнеса тоже ценна. Я не вижу себя, конечно, в этой традиции, но я не думаю, что моя работа как-то противоречит этой модели. Я думаю, что моя модель отличается от Майндфулнеса и других моделей, которые, как по мне, в основном экспериментальные модели, имеющие огромную ценность. Моя модель – это, в основном, социо-когнитивные модели. Что я имею в виду, это то, что это когнитивная модель, и я интересуюсь моделями людей и теориями по поводу их эмоций. Например, моя модель эмоциональных схем – все иногда испытывают грусть или злобу или даже отчаяние. Но вопрос в том, о чем ты подумаешь в следующий момент. Будешь ли ты думать, что твоя эмоция будет длиться вечно? Идея продолжительности эмоций. Это ключевая вещь, если я думаю, что я грустный или что я одинокий, и я думаю, что мое одиночество будет продолжаться вечно, тогда я буду еще более беспомощен, отчаянным и так далее. Но что будет, если я буду думать, что мое одиночество продлится всего пару часов? Убеждение, которое я зову продолжительностью эмоций. Еще есть убеждение, которое я зову эскалацией или потерей контроля над эмоцией. Может быть, убеждение о необходимости контроля над эмоцией, или убеждение о том, что мои эмоции похожи на эмоции других людей. Например, когда моя мама умерла 30 лет назад, я был очень-очень грустным. Ну, потому что я любил свою мать. И я хотел быть человеком, который грустит по поводу этого события. Не хотел быть человеком, который просто забывает свою мать. То есть я хотел воспринимать свои эмоции как человеческие эмоции, как было упомянуто в гуманистической модели. Ощущение своих эмоций как таких же, как у других людей. Ощущение эмоций как связанных со своими чувствами, ведь я потерял что-то важное для меня. Потерял мать, которая меня любила. Я думаю, что другая часть теории эмоций это возможность справляться со смешанными эмоциями. Я не знаю, какое точное португальское слово будет для амбивалентности, но наличие смешанных чувств. У меня была пациентка очень давно, у которой были очень сложные отношения с ее парнем. Ее парень был далеко, и у них часто были разрывы. И она постоянно не знала, вернется она к нему, не вернется, что она испытывает, то ли звуть, то ли любовь. И она постоянно руминировала, то есть думала и думала об этом постоянно. Я спросил, что ты хочешь получить из своей такой руминации? Она сказала, я хочу просто понять, что я на самом деле чувствую. Я сказал, похоже, что ты чувствуешь себя амбивалентной, вот как ты себя чувствуешь. И тогда она поняла, что амбивалентность это, по сути, вполне нормальная эмоция. Это просто эмоция, которая сразу содержит в себе две разные эмоции, что, я думаю, в определенном смысле тоже психодинамично. Извини, Александр, хотел что-то спросить. Да, ты знаешь, пока ты говорил, я вспоминал твои слова из твоей книги «Самопомощи по борьбе с тревогой». Ты говорил, что тревога всегда сопровождается надеждой на то, что из этого что-то выйдет. Да, и, конечно, на это очень повлияла работа Эдриана Уэллса. То, что зовется позитивным взглядом на проблему, то есть то, что моя тревога может помочь мне решить проблему. В общем, моя модель эмоций, я думаю, что она отличается от модели Mindfulness. Модель полноты сознания, ну, хотя я думаю, что она очень полезна и может быть включена в мою модель. Она больше о том, какие взгляды вы имеете. Вместе с этим, если я имею убеждение по поводу моих эмоций, что, например, это эмоции та, которую я должен иметь, или, например, что я всегда должен быть рациональным, вот это и есть убеждение по поводу эмоций, которая на самом деле абсолютно иррациональна, даже если это то, что я должен быть рациональным. Но это просто невозможно. Ну, по факту, слово «рациональный» произошло от греческого «рацио», что значит видеть вещи в соотношении или в перспективе. Это не значит всегда быть логичным. Но в любом случае, если ты подумаешь об этих эмоциях, которые у нас есть, и как мы думаем о наших эмоциях, и какие представления у нас есть об эмоциях. Например, в Америке исследования, похоже, показывают, что люди считают, что ревность – это плохая эмоция, и люди не должны чувствовать ревность. В то время как в Европе такая эмоция более приемлемая. Я могу ревновать. Может, у них, конечно, больше причин ревновать, не знаю. Но ты видишь, это интересно, что мы имеем то, что я называю имплицитными теориями. То есть имеешь ли ты в виду, что мы приобретаем эти теории об эмоциях в процессе развития, и что в процессе развития они либо диссоциируются, либо мы наклеиваем какие-то ярлыки на наши эмоции. Да, да, именно так. И, конечно, существуют люди с алекситимией. Алекситимики просто не имеют ярлыков для своих эмоций. Они не могут их замечать, рефлексировать свои эмоции. Они не вспоминают эмоции, связанных с событием. И в итоге люди с алекситимией испытывают определенный дистресс, который они даже не осознают и не понимают, что это. Я вот тоже начал свою деятельность в психотерапии и на недавнем семинаре проводил презентацию. Я презентовал график, который вы делали во многих своих публикациях, где вы показываете эмоции, ну там, грусть, печаль, да, да, да. И для всех эмоций имелся ярлык. И ваша модель вот эта по сути о том, как мы интерпретируем эмоции и видим вещи. У нас затем был очень интересный разговор с коллегами, которые удивились, что это такое, почему мы об этом раньше не знали. Так что это было очень полезно и для меня, и для моих друзей, то, что я презентовал это. И это подводит меня к другим вашим вложениям в когнитивную терапию, о которых бы я хотел поговорить, если вы не против. Например, в своей работе вы говорили не только о техниках когнитивной терапии, но и прежде всего о терапевтических отношениях. Например, когнитивную терапию очень часто критикуют за то, что она чрезмерно сфокусирована на техниках. Был ли в вашей карьере монент, когда вы признавали это? Да, именно так. И это хороший вопрос. Ты знаешь, я публиковал книгу несколько лет назад, названную преодолевая сопротивление в когнитивной терапии. И я посвятил целую главу терапевтическим отношениям. И что произошел? У меня был пациент, но я был очень-очень сфокусирован на техниках. Тогда это было как фетиш. Техники, 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 техники. Ну и кстати, техники действительно очень классные. Но у меня был пациент, который становился только более и более фрустрированным. Я понял, что все, что я делал, это бросал и бросал в него эти техники. А он лишь отвечал, ты не понимаешь или дай мне поговорить. Другими словами, он хотел иметь возможность говорить о том, что его волнует о чувствах и мыслях. И тогда я осознал, что валидация, контакт, одобрение – это крайне важная вещь. И позволь, я дам тебе пример. Ты наверняка знаком с знаменитым испанским писателем Мигеле Муно-Муно. Он написал мифы и несколько других книг. Но у него была серия эссе, названная «Трагическое чувство жизни». И одно из эссе, я думаю, это было где-то в 20-х годах, он написал историю, возвращаясь в Грецию о короле Солоне, я думаю, это где-то 5-6 век, то есть две с половиной тысячи лет назад. И Соломон был первым, кто построил демократию в Греции. И Солон, ну история гласит, что старый человек сидит на краю дороги и плачет. И молодой человек, который воплощает в себе все достояния науки, рациональности, подходит и спрашивает, «Старик, почему ты плачешь?» И он отвечает, «Я плачу, потому что мой сын умер». И тогда молодой спрашивает, «Почему ты плачешь о смерти сына? Ведь плачь не поможет». И старик отвечает, «Я плачу, потому что я знаю, что слезы не помогут». И Луна Муна продолжает и говорит, «Мы должны учиться плакать по памятнику, мы должны учиться плакать по чуме, а не просто вылечивать ее». И я думаю, что вот это как раз о модели включения и принятия. Я думаю, что отношения с клиентом строятся по модели привязанности. Это как прикосновение, это как утверждать, что я здесь, со мной безопасно, я тебе помогу, я тебя вылечу. Я всегда здесь для тебя, чтобы создавать безопасное пространство. Если можно, я тебя немного перебью. Я тоже читал твои работы и другие книги, которые говорят о том, что вот эта привязанность, эти отношения с клиентом тоже приносят какие-то убеждения об эмоциях. Да, именно так. У нас даже есть исследования, показывающие, что люди, которые чувствуют привязанность, чувствуют, что их одобряют, что их эмоции не будут длиться вечно, потому что они их выражают, они получают одобрение, они чувствуют меньше вину за эмоции, они меньше руминируют. Так вот, валидация или отношения – это когда ты показываешь, что ты заботишься об эмоциях человека. Терапевтические отношения – это социально-когнитивный инструмент, который изменяет их убеждения по поводу эмоций и помогает им чувствовать себя более комфортно со своими эмоциями. И одна из вещей, о которой мы часто забываем – это то, насколько важна социальная поддержка. Когда тебе плохо, но ты разговариваешь с своим партнером, с своей женой, друзьями. И это иногда действительно настолько важно, ведь мы же не созданы для того, чтобы быть одни. И ты знаешь слово «идиот», я не знаю, как по-португальски будет «идиот». В общем, слово «идиот» взято из греческого, где оно обозначало кого-то, кто живет сам по себе. Я не знал этого, это чудесно. Это интересно, потому что греческое слово, греки верили, что полис, общество, что человек – это социальное животное, и что все мы связаны. Здесь очень много мудрости, я думаю, в этой древней философии. Да и вообще в философии и литературе. То есть вы несете вот эти терапевтические отношения в традицию, которая иногда их отрицала, что замечательно. Да. И то, о чем вы еще говорили, это контрперенос. Важно использовать нас самих, а не просто бросать техники в клиента, то есть использовать наши собственные эмоции. Расскажите еще об этом. Да, ты знаешь, мне кажется, это мои бессознательные припоминания психоанализа. Вон сколько книг у меня там стоит сзади. Ну, на самом деле, книги Фрейда еще находятся вниз по лестнице. Здесь книги только по когнитивной терапии. Это супер эго над вами. Когнитивная терапия здесь, а психоанализ внизу. Ну и очевидно, что это именно психоаналитики говорят о переносе, контрпереносе и сопротивлении. И когнитивщики были раскритикованы за упущение вот этого момента. И тут я восстал, почему психоаналитикам достается все веселье. И я думаю, что мы также можем делать хорошую работу в плане переноса и сопротивления. Так вот, когнитивный перенос — это... Каждый из нас приходит к работе терапевтом со своими теориями. Например, я должен делать свою работу. Я должен заставить человека чувствовать себя хорошо немедленно. Это потеря времени. Пациент должен всегда делать то, что я хочу, чтобы он делал. У нас также есть убеждения, которые помогают клиенту. Ну, например, что он может выговориться, может нам все рассказать, что ему помогут. Просто один пример. Когда я заканчивал свое обучение в Филадельфии, затем я перемещался в Нью-Йорк. В общем, когда я закончил работу со своими пациентами, я должен был получить обратную связь от всех пациентов по поводу того, что было позитивного и негативного в терапии со мной. И то, что я думал понравиться всем пациентам — это то, что я был вежлив, то, что у меня все было структурировано и формально. И почти никто не сказал этого. Одна пациентка сказала, что действительно меня удивило. То, что действительно было для меня важно — это то, что я всегда знал, что могу выговориться, и что вы здесь для меня. И это действительно сбудоражило меня, ведь тогда я делал очень традиционную когнитивную терапию. Было что-то по поводу ее чувств, чему помогла вот эта привязанность, эти отношения. Например, если мы говорим об отношениях, отношения включают. Они включают доверие. И представьте себе, если ты проходишь через свою жизнь, зная, что ты не можешь никому вокруг доверять. Очень много людей с личностными расстройствами имеют вот эту проблему удерживать вот это состояние доверия. Им даже сложно довериться самим себе и положиться на себя, когда нужно что-то сделать. В общем, я думаю, что переносы и контрпереносы очень-очень важны. Понятно, что пациенту не станет лучше, если он бросит терапию. Пациентам надо чувствовать, что вы помогаете им достигать каких-то целей, что они могут вам доверять, и мне кажется, им важно чувствовать, что вы заботитесь о них. Мы не просто делаем техники, и мы не просто даем таблетку. Да, я читал исследование, и, по-моему, это ваша коллега, потому что она использует те же конструкты. Она обнаружила, что когнитивные терапевты очень часто имеют запрашивающие схемы по поводу своих пациентов. Да, именно так у них имеются завышенные требования по поводу самих себя, что вещи должны делаться строго определенным путем в соответствии с моими убеждениями. Долженствование, как бы назвал бы, Альберт Эллис. Да, я думаю, это важно посмотреть на свои собственные представления по поводу своих пациентов. Например, с нарциссическими пациентами, ты знаешь, терапевты очень часто отвечают агрессией. Я думаю, это все перечеркивает. Но если ты подумаешь о нарциссизме, как о копинг-стратегии, которую использует этот человек, чтобы избежать какой-то травмы. То есть клиент приходит к вам, у него чувство собственной важности, вы берете и не показываете ему никакого интереса, еще и критикуете. Клиент просто скажет, ну что ж, я просто не могу доверять этому человеку. Я думаю, что это тяжело, когда твой терапевт не принимает это на свой счет, не катастрофизирует, не сверхобобщает. Я чувствую, что я всегда учусь у своих пациентов, и ты говорил об этих учителях, у которых ты учишься, а для меня пациенты, может быть, сделали даже больше. Да, и также интересно то, что вы сказали о своих бывших пациентах, то, что они поддержали вот эту идею теплых взаимоотношений. И вы знаете, есть замечательная книга Норкаса об отношениях на работе. И постоянно все новые исследования показывают, что отношения – это наиболее важный фактор в получении результата. Но я хотел бы здесь сыграть в адвоката дьявола. Ведь сейчас все равно идет очень много дискуссий по поводу механизма изменения в терапии. Потому что, по крайней мере, здесь в когнитивной терапии есть определенные противоречия. Потому что существует определенное противоречие между когнициями и их связью с эффектом, то есть конечным результатом действия. Будучи более конкретным, я упомянул, например, Касадина, который обозревал различные исследования и показал, что изменения в терапии могут проходить и без изменений в когнициях. Ну или, по крайней мере, без применения когнитивных стратегий. Стивен Хейс тоже сказал, что наука, стоящая за стандартной моделью, абсолютно не права. Соответственно, вы, как представитель когнитивной терапии, что можете на это ответить? Ну, ты знаешь, существуют исследования, которые поддерживают любую точку зрения. В общем, то, что я думаю, когда ты говоришь, что это не обязательно менять когниции человека. Моя точка зрения состоит в том, что вообще не существует ничего обязательного и необходимого. Но, с другой стороны, есть множество путей произвести изменения. Ну и чтобы быть совсем уж честным по поводу доказательной медицины, так называемой, мы точно знаем, что когнитивная терапия эффективна и что поведенческая активация эффективна. Мы знаем, что экспозиционная терапия эффективна, что акт терапия тоже эффективна. Мы знаем, что поддерживающая терапия может быть эффективна. Мы знаем, что интерперсональная психодинамическая терапия может быть эффективна. Мы знаем, что трансфер терапии, то есть психоаналитическая терапия может быть эффективной. Мы знаем, что и DBT, и эмоционально сфокусированная терапия могут быть эффективными, и что фармакотерапия может быть эффективной. Мы даже знаем, что религия иногда помогает людям. Здесь даже было исследование много лет назад, обзор так называемых экзорцизмов, который показал, что экзорцизм так же эффективен, как плацебо. Ну, то есть и плацебо тоже эффективно. Я думаю, что просто большинство из нас является заложниками своего собственного бренда. И я должен признаться, что это иногда касается меня самого. Но я должен сказать, Александр, что когда пациент приходит, чтобы увидеть меня или моего коллегу, он приходит не для того, чтобы увидеть какую-то ригидную штуку, какую-то модель. Он приходит, чтобы ему стало лучше. И когда надо, я использую когнитивную терапию, я использую метакогнитивную терапию, я использую техники майнфонуса, я использую фармакотерапию. Я использую все, чтобы помочь пациенту, ведь это не религия. Я думаю, что мы должны понять, что нет ничего необходимого. Например, экт-терапия необязательная, людям становится лучше до ее существования. DBT тоже необязательно, потому что, ну, людям становится лучше, когда они ходят на схемотерапию, например, или, например, на психодинамическую терапию. В итоге вот эта идея о необходимости, ну, просто есть множество путей помогать людям. Больше похоже на то, что вы используете ваше self, то есть весь ваш опыт от этих моделей. Да, и важнейшая часть этого – это понять, какой конкретно человек к нам пришел, и какая техника ему сможет помочь лучше всего, нежели просто постоянно делать одно и то же, вместо того, чтобы говорить «я всегда делаю это с каждым пациентом». К сожалению, именно так делают многие терапевты. Да, то есть мы берем лучшие из многих типов лечения. Да, я как-то был на ланче с психоаналитиком. В Нью-Йорке где-то год назад очень важная персона в своей сфере. Один из людей, находящихся в топе психоаналитического института. Я описывал ему мою модель терапии эмоциональных схем, и он сказал «О, Боб, да ты же самая большая фальшивка, ты же просто психоаналитик». Я сказал «Ну, если это идет от тебя, то я это восприму как наибольший комплимент». Я смеюсь, но на самом деле я думаю, что есть множество вещей, которым можно научиться у наших коллег в любых сферах. Ну и последний дьявольский вопрос. Я, конечно, могу представить, как такие люди, как Арон Бек, такие люди предполагают, что если они вот сделают такую четкую прямую технику, то и результат будет лучше. Ну а на самом-то деле мета-анализы показывают, что это, ну, совсем не так. Как Бек чувствует по поводу этого? Я не знаю, позволь мне сказать тебе о Беке. Беку сейчас где-то 95 лет. Мы часто думаем, что тот, кому 95 уже не функционирует. Бек же до сих пор работает на том же уровне, на каком он работал 30 лет назад. Я послал ему в письме свои идеи по поводу как раз ревности, по поводу эволюционных моделей и так далее, когнитивной модели, модели привязанности. И он ответил мне где-то 6 недель назад, и он сказал, что эта работа может быть интересной. Он сам послал мне статью, я не помню какой журнал, но это очень крупный журнал. И это была одна из лучших статей, которую я вообще читал. Эта статья затрагивала эволюционную теорию, социализацию, нейропсихологию. Она затрагивала историю травмы, когнитивную модель, обработку информации. И это была такая крутая статья, и я сидел и думал, кто этот парень? Да, потому что этот парень, он изумительный. Человеку 95 лет, а он пишет статьи, которые абсолютно гениальны. И я не преувеличиваю, ты знаешь, я общался со Штефаном Хоффманом. И мы оба такие, ты вообще можешь в это поверить, этот парень? Ну и теперь вы просто обязаны дать ссылку на эту статью. Ну ты знаешь, хорошо, вы мне скажете, я помещу это в описании. Это же не была первоначальная когнитивная модель. Это статья, которая вышла где-то в декабре, ну то есть несколько месяцев назад. Ну то есть он до сих пор работает, до сих пор проводит исследования. Да, исследует шизофрению. Что ж, мы уже заканчиваем, но я хотел бы еще спросить по поводу того, что вы написали несколько книг самопомощи. По поводу тревоги, волнения, депрессии. Каково вообще ваше мнение? Ну я помню, вы уже говорили по поводу вот таких книг, типа «Чувствуй себя хорошо», книга Дэвида Бёрдса. Это суперская книга. Я помню, это, по-моему, Стивен Эй сказал, что это не о том, как чувствовать себя хорошо, а о том, как чувствовать хорошо. По сути, хорошо чувствовать, то есть воспринимать весь наш опыт и воспринимать все чувства. То есть то, о чем вы говорили. Да, именно так. И я думаю... Это, знаешь, я думаю, вот это и есть точка схождения. Схождение людей, которых ты интервьюируешь, о которых мы периодически читаем. То есть как бы множество разных людей, которые, ну, постоянно спорят друг с другом. Мы же на самом деле можем учиться друг от друга. Я думаю, мы должны быть открыты к идеям, способным обогатить нашу работу. Наша цель должна быть помочь людям понять людей, вместо того, чтобы настаивать на своём. И когда вы говорите, что здесь есть какие-то необходимые техники, да людям становилось лучше ещё до существования психологии. Или, может, тысячу лет назад людям не становилось лучше? Нет, им становилось лучше. По факту, большинство людей вообще выходит из депрессии без медикаментов и терапии. И это такая проблемная вещь для терапии, потому что где-то 60% людей выходят из депрессии без какой-либо помощи. Как вы это объясните? Ведь это ничего, что мы должны объяснить. Как они это делают? Они общаются с людьми, возвращаются к своей жизни, ну и так далее. Ты знаешь, есть исследование, посвящённое пограничному расстройству личности. Мы постоянно думаем о нём как об ужасном заболевании, которое не лечится. Я думаю, что есть замечательные работы в DBT, в схемофокусированной терапии, в психодинамической терапии. Но по факту, через 8 лет 80% людей, у кого было диагностировано это расстройство, теперь уже без расстройства. То есть при всём уважении к любым типам лечения. Людям становится лучше. И ты знаешь, мне кажется, основная наша задача это понять, какие у нас есть естественные механизмы исцеления. Изменение убеждений, изменение поведения, изменение отношений, изменение коммуникации и так далее. То есть поиск чего-то важного. Да, и мы могли использовать это в нашей области. Да, и то, что мы должны делать, это учиться друг у друга и учиться у своих пациентов. В общем, Роберт, у меня остался к тебе финальный вопрос, который я задаю всем своим интервьюентам. Какой бы совет ты хотел получить, когда ты начинал свою карьеру психотерапевтом? Ты никогда не прекратишь учиться. Ответ принят. Да, и я думаю, что классная штука по поводу этого, Александр, если мы этого придерживаемся, то здесь всегда будет обучение и изменение. Я разговаривал с одним выдающимся нейроученым, и он сказал, что существует два типа теорий. Ну, это такой старый концепт. Теории, которые неправильно обоснованы, и теории еще, которые не обосновали неправильно. Но это суть науки, я думаю, то, что мы постоянно строим и меняем, и меняем. Даже физика сегодня отличается от той физики, которая была сто лет назад. Да, один раз мне Стивен Хейст рассказал интересную историю. Он работал над моделью психологической гибкости. И иногда он вставал, пристально смотрел на своих клиентов и говорил, помни, что психологическая гибкость не существует. Что ж, это было огромное удовольствие, спасибо за возможность интервью. Я тоже был рад этой встрече, Александр, удачи тебе в будущем, и, надеюсь, мы еще будем общаться. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!